Всем привет! Меня зовут Варя и тема сегодняшнего урока географические следствия орбитального вращения Земли. Вспомним немножечко теории. Итак, орбита это у нас путь планеты вокруг Солнца. Соответственно, когда мы говорим про географические следствия орбитального вращения, мы имеем в виду, каким у нас последствиям приводит то, что наша планета вращается вокруг Солнца. И уже доказано исследованиями, да, мы знаем, что наша планета обращается вокруг Солнца за 365 суток. Но эта цифра не совсем точная. Если говорить более четко, то у нас получается 365 суток и 6 часов, потому что на самом деле в сутках не 24 часа, а немножечко меньше. Но люди стараются все упростить для себя, да, и нам гораздо проще работать с какими-то такими целыми числами. Вот, поэтому 365 суток, 24 часа, это все когда-то было принято. Вот. Вообще мы должны быть благодарны Николаю Копернику, который вы видите вот здесь на портрете, за то, что он одним из первых вообще вывел идею о том, что не Земля у нас находится в центре Вселенной, да, а все-таки Солнце. И он является у нас основоположником так называемой гелиоцентрической системы. То есть Солнце находится в центре, вокруг него вращаются все планеты. До Николая Коперника считалось, что как раз наоборот. Земля находится в центре, вокруг него вращаются Солнце и все остальные небесные тела. Также за счет того, что мы с вами постоянно совершаем такое путешествие вокруг Солнца, у нас появляется так называемый високосный год. Что это такое? За 4 года вот те лишние цифры, они у нас набегают на еще одни сутки, да, потому что это лишние 4 часа. Соответственно, 6 на 4 умножаем, получаем дополнительные 24 часа. Что же с ними делать? По сути, появился целый день. Было принято решение, что раз в 4 года мы к февралю добавляем еще один день. Отсюда и появляется високосный год, да, и в феврале у нас 29 дней вместо 28. Также еще одно следствие вращения вокруг Солнца в нашей Земле – это смены времен года. То есть зима, лето, осень, весна появляются как раз из-за вот этого вращения. Затем у нас изменяется еще продолжительность светового дня. Что это значит? Наверняка вы замечали, что если вы живете, например, в России, да, в северном полушарии, зимой у нас гораздо быстрее начинает наступать уже темное время суток. Может быть, там 5 часов вечера, но на улице темно, как будто бы уже полноценная ночь. А летом наоборот. Может быть, там, например, уже 9 часов вечера, а при этом все еще светло и вообще нет ощущения, что близится темное время суток. Это как раз объясняется вот именно световой продолжительностью дня. В чем здесь идея? В том, что, во-первых, наша Земля накренена, и солнечные лучи попадают на нее под разным углом. От этого еще зависит количество тепла, но и световой день, его продолжительность тоже. Что здесь у нас с вами происходит? Возникают несколько дат, которые мы можем назвать днем солнцестояния и, наоборот, днем равноденствия. Дни равноденствия появляются у нас весной и осенью, когда у нас день и ночь будут равны, то есть, грубо говоря, по 12 часов в течение суток святой, 12 часов темно. А в дни солнцестояния, наоборот, например, для северного полушария, зимой в день зимнего солнцестояния, у нас будет очень короткий день, но при этом очень продолжительная темная ночь. Летом, наоборот, в северном полушарии у нас будет возникать очень продолжительный день и короткое темное время суток. Это все у нас разобъясняет то, почему у нас немножечко меняются даже наши какие-то внутренние циклы, как мы с вами живем. Они как замечали, что, опять же, если вы проживаете в северном полушарии, летом люди чувствуют себя немножечко лучше, чем зимой, потому что они получают больше солнечных лучей, больше световой день, и, конечно, им живется легче. Но есть тут и негативная черта. Например, за полярным кругом, за полярью, появляется такой эффект, как полярная ночь, полярный день. То есть это время, когда по полгода, все время почти что светло в полярный день, и другие полгода, наоборот, темно, полярная ночь. Но вот этот градус объясняется, опять же, тем же наклоном оси, вращением вокруг Солнца и попаданием лучей Солнца. Еще нужно сказать про высоту Солнца. Что это такое? У нас Солнце находится на разной высоте от земной поверхности. Самая высокая точка будет называться Зенитом. Так и говорят, Солнце находится в Зените. Для северного полушария это будет примерно 12-13 часов дня, то бишь наш полдень. В этот момент Солнце выше всего над поверхностью. И, соответственно, на поверхность падает самое большое количество солнечных лучей, поступает самое большое количество тепла, потому что они падают под прямым углом. И считается, что, например, летом, когда Солнце находится в Зените, выходить на улицу, в общем-то, не рекомендуется, потому что есть риск получить либо солнечный, либо тепловой удар, особенно если жаркая погода. Потому что, опять же, повторюсь, очень большое количество солнечных лучей. Самая низкая точка для Солнца, естественно, это будет ее момент, когда уже Солнце у нас заходит или наоборот только восходит, то есть находится ближе всего к горизонту. Подводя итог географических следствий орбитального уже вращения, нужно запомнить, что это возникновение года 365 дней, возникновение високосного года 366 дней, смена времен года, соответственно, возникновение 4 сезонов. И изменение продолжительности светового дня и изменение угла падения солнечных лучей на нашу поверхность. На этом у меня все. Спасибо за внимание. До встречи на следующем уроке.